Это же неспроста. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Random Game. И сегодня мы с вами посмотрим игрушечку под названием Cosmokrats. Это такая клюква о России, и я так понимаю о космосе. О нашей космической программе, так сказать. Рогозин, привет! Итак, я немножечко начал в неё уже играть, но посмотрев, решил, что надо, наверное, всё-таки с вами. Вы должны прям начало это увидеть, собственно говоря. Настроечки. Настроечки тут довольно простые. Кстати, вот это что такое? Это не тыкается. Окей. Минус не жмётся. Всё довольно просто. Музыку и голос я убрал на полтос. Всё остальное, в принципе, так, как есть. Окей. Закрываем. И, собственно, погружаемся в историю. Режимы здесь есть лёгкий, нормальный, сложный. При том, что хардкорный режим, на хардкорном написано, именно так изначально и была разработана игра. То есть, грубо говоря, стандартный режим здесь для игры, это хардкорный. Ну, видимо. Но они закрыты, скорее всего, разблокируются после того, как мы поиграем. Какой-то определённый период времени. Поэтому мы начнём играть в нормальный. Мы вводим телевидение. Пропаганда 4 канал. Пропаганда 4. Где? Первый пропаганда, где? Ну, игра о России. Давайте уж прямо говорить. Игра зарубежных разработчиков. Я не знаю, чья это компания, не вникал, честно говоря. Но это уже не первая её игра. И игры у них выходят довольно-таки оригинальные. Вот. Поэтому это такая будет клюква о нашей стране. Ну, посмотрим, что она из себя представляет. КОСМОКРАЦ Немножечко Северную Корею напоминает, если честно. КОСМОКРАЦ КОСМОКРАЦ Приятного просмотра. Картофанчик. Надо было записаться в сухопутные войска. Я мог бы... Но мысли нашего товарища прерываются звуком приближающихся шагов. Ещё слишком рано. Я даже наполовину не закончил с чисткой для завтрака. КОСМОКРАЦ Товарищ, вас перевери. КОСМОКРАЦ Доложитесь в кабинет 237. Ничего себе повышение. Чуваки в картишке играют. КОСМОКРАЦ Акт первый. Исход. Исход. Ну, мы видим, что мы не на земле находимся, ребятки. А где-то в космосе. Недалеко от нашей планетушки. КОСМОКРАЦ КОСМОКРАЦ Именно. Космические войска скоро пришлют настоящего пилота. А пока я буду твоим инструктором. Меня зовут Борис. Чтобы научиться пилотировать дроны, нужны годы. Я могу дать тебе пять минут в симуляторе. Или же ты можешь учиться прямо в ходе первого задания. Решать тебе. Ну давайте мы, наверное, симулятор все-таки выберем. Хороший выбор. Сначала мы сломаем что-нибудь в симуляторе. Окей. Думаешь, ты можешь пилотировать дрон, чистящий картофеля? Попробуй. Перемещайся, используя стрелки. Так, используйте клавиши стрелки, чтобы подойти к целям. Так. Крестик мы, наверное, не должны задевать. Ну попробуем. Чутка. Да, мы уперлись в него. Окей. Но пока все проще пари на репа. Можно не ждать чистящий картофеля. Чего не ждать. Лады. Разобрались. Пока что неплохо. Так. Далее перемести бок слева в зону прицеливания справа от тебя. И побыстрее. У меня куча документов для цензуры. А, он прик... А, нет, он не приклеился к нам. То есть мы его просто толкаем, да? Ей, прикольно. Прикольно. Чё, он сам долетит? Угу, сработало. Хорошо. Ты не совсем бесполезен. Посмотрим, сможешь ли ты собрать небольшую космическую станцию. Толкай красные разъемы друг к другу. Так, ну допустим. Да? А, так, погоди. Нам, наверное, надо не так, да, собирать-то? Чё, я угол не задел? Даже сама картошка управилась бы быстрее. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Логично. Ну уж извини. Пегаси, собрали. Правильно. Любой простачок может толкать предмет. А профессиональный пилот использует способность тянуть. Попробуй. Ты можешь притягивать разъемы с помощью кнопки действия. Так, а чё за кнопка действия-то, дружище? Не терпится поучаствовать в настоящем деле, да? Я тебя понимаю, чистящик. На кассете на твоём столе записана копия симулятора дрона. Если позже захочешь снова её погонять. Ты погоди. Я хотел узнать, что за кнопка действия. Так, возобновить. Возобновить. Пипец. Приготовься. Будь нежным, не спеши. Погоди, а чё происходит-то? Это не симулятор? Космические войска сейчас добиваются больших результатов, товарищ. Но давай начнём с чего-нибудь незначительного, чтобы проверить твои навыки. Толкай или тяни элементы так, чтобы собрать станции. Нажать баттон для развертывания. Погоди. Погоди. Отказаться от миссии. Не забывай, что это такое, товарищ чистящий. Это шанс улучшить твою печальную и одинокую жизнь. Улучшить её до скучной одинокой, если тебе повезёт, как мне. Вы мне объясните, что за кнопка действия-то, а? Как я могу что-то собирать, если я не знаю, как это работает? Так. Так, во, настройки. Вот, вот что я хотел. Это, это картинка, да? Это на весь экран. Это субтитры включены. Это звук. А, вибрация. Вибрация. Разрешение. Речь, речь, звук. А где кнопки? Так, окей. Чё у нас ещё тут есть? Надеть противогаз. Медаль. Медали тут у нас различные. Окей. Так, там не выход, да? Тут надеть противогаз. Зачем, пока непонятно. Поиграть в игру. В какую игру? Обучение. А, вон оно, обучение, да? Окей. А что, оно по новой начнется? Если по новой, то я не хочу, блин. Блин, ну давайте по-быстренькому сейчас. Мне просто надо понять, что за захват. Правильно? Правильно. Короче, я сейчас дойду до захвата и загружу игрушечку. Подождите. Тут ясно. Подлетаем к ящику. Левой кнопкой мыши зажимаем. И мы его, собственно говоря, тянем. Вот так это работает. Жаль, только нигде не написано, что надо левую кнопку зажимать. Снизу подлетаем. Но тянуть мы можем, естественно, вот за эти красные штуковины. Не иначе. Но тут примерно вот такая вот. Окей. Подать питание на все модули. Так, а как это работает? Ну тут уже просто тупо какая-то головоломка прям. Так, тут собрали. К примеру, да? Так, я тебя могу же подцепить, да? Подцепить и вот так вот развернуть тебе. Окей, погоди. А, подошел. Окей. Ну да, ты туда как раз таки. Ну это типа такой головоломочки, да, получается? Ну она, в принципе, довольно-таки проста. Синим это значит подать энергию. Синий соединить. Не встала, да? Давай, вставай на место. Сейчас, погоди, я тебе сверху еще долбану. Есть. Починили. Так, и осталось вот это вот в пиндюре. Эх, промахнулся. Ну да, да, все верно. Все, мы симулятор прошли. Можно, соответственно, выполнять теперь задание. Что я вам предлагаю, ребятки? Я предлагаю по-новому. Мы там одно задание уже профукали, правильно? Вот, поэтому я предлагаю... Картошки 0. Настройки. Начать миссию. Посмотреть в иллюминатор. Обязательно. Окей, посмотрели. Так, тут у нас распечатка. Отказался от задания. Статус дрона. Отказался. Как я мог. Так, и прочесть газету. Давайте прочитаем. И по-новому сейчас все это дело начнем. Офицер награжден. Еще один офицер был награжден еще одной медалью. Так много слов. Истинные слова. Лучшие слова. Я знаю много людей, которые сказали, что у меня самые лучшие слова. Большие слова. И вы знаете, что они говорят о людях, у которых есть большие слова? Верно. Запомни мои слова. У меня прекрасные отношения со словами. Всегда я просто... Окей, йодокислый калий. Не забывайте о ежедневной дозе йода калия. Так много слов. Истинные слова. Лучшие слова. Окей, слава отважным сынам Родины. Это 1980 год у нас, да? Так, все. Что я вам предлагаю? Я предлагаю сейчас выйти в меню. Выйти в меню. А, это настройки. Погоди, а где выйти? Просто на Escape, да? Ага. Выйти в главное меню и начать по новой. Но начать по новой. Новая история. Чистый поток прогресс. Да. Нормальный. Пропустим все это дело. Так, ну мы идем к себе в кабинет. Я включил пораньше, потому что... Срань господня. Срань господня. Потому что немножечко поменялась ситуация. В комнатах, которые мы проходили, там какой-то чувак сидел на сиденье в крови, короче. Ему кто-то на баяне играл. Но другой чувак, там где, помните, дубинками избивали кого-то, он теперь мешок картошки тащил. То есть, как бы, немножко разные такие начало игры получается. И мой герой, собственно говоря, тоже немножечко другие слова говорил, когда картошечку чистил. Вот. Пропустили это мы немножко с вами, но не критично. Борис, мы поняли, что тебя Борис зовут. Вот пропустить нельзя, плохо. Тут только миссия поставлена на паузу. Так, играть нет, не играть, мы уже поиграли. Быстро учишься, да? Быстро учусь, да. Итак, начинаем новую миссию с вами. Погнали. Приготовиться. Доверься руководителям, они заботятся о твоем благополучии. Окей, доверимся. Космические войскноты мы уже читали, в принципе. Все это читали. Проверить твои навыки должны. Окей. Надо собрать станцию. Так, все просто. У нас, смотрите. За время. Ух ты же, опернотеатр. Так, окей, цепляем. Подтягиваем вот к этому. Прицепили. Видишь? Просто даже для тебя. Так, окей. Теперь тебя надо развернуть. Немножко не получилось, да? Сейчас. Погоди, я не то хотел. Проблемы с управлением? Поменьше силы, будь нежным. Словно играешь в тетрис. Да я стараюсь, дружище. Наверное, что-то как-то немножечко не получается. Так, погоди, 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 погоди. Оп, есть. Управляющий сегмент и энергия-время. Результаты идеальны. Окей. Не так и плохо. Для чистящика картофеля. А, это у нас было недельное потребление картофеля. Две картошки мы сожрали. Сборка успешна. Плюс один... Что, плюс один самолетик, что ли? Что это такое значит? Окей. Пф, двигаемся дальше. Сохранились, да? Начать миссию. Я только что получил факс из министерства по поводу следующей сборки. Они будут снимать программу, так что держись от них подальше. Космические войска сегодня меняют мир. Они снимают первого человека в открытом космосе. Да, кстати, будь понежнее с космонавтами. Они довольно хрупкие. А, Юрий Камс. А, вот и он. Добрый день, Юрий. Добрый день, Юрий. Добрый день. Что? Поговорили? Так, этот гад мне пять картошек должен. Проиграл на той неделе в Тетрис. Так, у нас вон Юрий со звездой плавает, да? Второй чувак, это, видимо, звук Звук за ним плывет И третий с камерой, короче Хе-хе-хе-хе-хе Это будет сложно Так, не мешает трансляции И Юрий должен остаться в живых Окей, давайте посмотрим Красная с красным, синяя с синим Ну, синюю можно к синему подтащить пока, по крайней мере Погнали, это, думаю, самый прям такой простецкий вариант будет Правильно, правильно Цепляем Главное тут не торопиться Есть, цепанули Так, теперь Мы можем подразвернуть его вот так вот, да, немножечко Смотрите Вот так, да? И подтолкнуть его теперь сюда чутка Опа И чутка развернуть Соединили Так, теперь эту штуку цепляем Ну, вполне себе неплохо мы идем Разворачиваем И чутка надо сейчас Блин, вот это вот я немножко неправильно, наверное, доделаю Надо как-то по-другому это делать Ну окей Так, развернули Что бы это не значило Пропаганда 4 Первая прогулка в космосе Нифигам башкой там вертят Знаешь что, чистящик? Ты не выдающийся пилот Зато тихий Большинство пилотов слишком болтливы Я собираюсь позвонить Почитай газету, что ли Так, почитать газету, посмотреть в окно, заглянуть в ящик с медалями Ну вот ящик с медалями, давай заглянем У меня там медалька одна появилась Картофельный пилот Ты закончил первые два уровня земли Окей Газета Ну там все то, что мы видели А нет, что-то новое Союз празднует первый человек в космосе Ну опять же, так много слов, да? Окей Окей Союз Союз нерешимый республик свободных Так, это то, что мы собрали, кстати, прикольно Оно там плавает Че, ты поволтал там? Ладно, решено Пока что мы тебя оставим Но только пока не прибыл настоящий пилот Еще две, может быть, три миссии Ну давайте эти две-три миссии сыграем Посмотрим, что будет дальше Для интереса Тебе понравится эта следующая миссия Чистящая картофеля Так, а это нам показывает то, что будет, да? Загрузка планов Надо бы как-то было запоминать все это дело Так, сегодня мы строим корабль-склад для картошки Надо накормить наших космонавтов по пути к Луне, да? Кому как не тебе знать, капсулы для хранения картофеля очень хрупкие Так что будь осторожен Не испорт мне ужин Так Че у нас тут есть? Пять секций Че-то желтым горит Синяя, синяя, синих Четыре синих Смотрите, четыре синих Так, красная Если я правую красную к верхней подцеплю Я перегоражу синюю Значит, это не туда Либо, 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 либо Сложно как-то разобраться немножечко Так, так, так Ну там задница Видите, верхний квадрат Там ракета, сопло Это значит задница А где передница? А где передница у нас? Знать бы еще Так, две желтых Две желтых Желтая вон туда, наверное, идет, да? Блин, вот для этого надо было карту смотреть Ну давайте, пробы Пробуем, смотрим, что у нас тут получится с вами Я так думаю, что нам надо вначале вот эту желтую припендюрить к верхней вот этой штуке Значит, что мы для этого делаем? И припендюрить нам надо ее, скорее всего, вот именно вот так Сейчас я ее разверну Сейчас, погоди, чутка Во-во-во-во-во Да? Вряд ли это так работает Нужно соединить эти модули друг с другом У тебя есть кабели? Так, кабели, погоди Да О, чувак пошел что-то, смотри, делать Погоди Ну, допустим, предположим, что он соединил, да? Так, погоди, 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 погоди Я там что-то разрушаю, не разрушаю, что я понять не могу А-а-а, мужик, уходи Хе-хе-хе-хе-хе Ты б там не летал бы лучше, блин, ты же видишь, я собираю Видишь, у меня не очень-то хорошо получается Хе-хе-хе-хе Да-да-да, почти, есть Окей, цепляем вот эту штуковину Энергия дрона закончилась Так, чё, у нас энергии нету, да? Окей Так, а тут как у нас? А мы тут никак не соберем Я, короче, чё-то, чё-то собрал неправильно, да? Так, эскейп Возобновить А по ходу дела всё уже Сход с орбиты Время заканчивается Да, я понял, что время заканчивается Я уже всё профукал Я уже всё профукал, дружище Да всё надо Ну давайте посмотрим, чё получится Сейчас это всё разрушится, да, у нас? Так, ладно Профукал Отказаться от миссии Голод добавлен Я не собирался садиться на диету Но твоими стараниями у меня и выбора не останется Голод добавлен Нам всем придётся значительно похудеть Три человека погибло, смотрите Вон о чё Происшествие на рабочем месте Короче говоря, не надо было так делать Наши инженеры отключают вспомогательную систему Дополнительная мощность для просмотра матча Москва-Ростов Сам понимаешь В любом случае, я позволю тебе выбрать Так, шкала времени отключена Незаряженный дрон Чтобы повысить оборачиваемость Мы не заряжаем дрон перед миссиями Чтобы повысить оборачиваемость Оборачиваемость Чё? Мы не заряжаем дрон перед миссиями Незаряженный дрон Ничего не понял То есть у него будет, наверное, энергия, я так понимаю, прям сотка Но я лучше вот эта, шкала времени отключена А, этот? Я бы выбрал другое, ну да, решать тебе Лучше медленно, наверное, собирать Теперь взгляни сюда, давно пора тебе начать тянуть свою лямку Я предоставляю тебе полный доступ к системе дронов Не заставляй меня об этом пожалеть, ладно? У меня еще после второго брака, к сожалению, полно Это экран состояния системы, здесь ты можешь посмотреть, что происходит Так что следи за этим экраном Все, продолжай работу, если мы быстро закончим, то можем успеть посмотреть матч Окей, давай посмотрим, что за экран у нас тут появился Так, а что? Я что-то приблизить не могу Как так-то? Очень интересно Дал мне экран смотреть, а сам мне не приближает к нему Так, а что мы тут разрушены? Это у нас что-то осталось? Нет? Ну-ка в окно глянем Только две секции, да? Короче, мы без картошки полетим, я понял Хорошие новости, чистящий картофель, твоя замена уже в пути Как только прибудет настоящий пилодрон, ты вернешься на кухню Вот смотрите, какая неудобная штука, ребят, сейчас объясню Похоже, мы строим обитаемый корабль Коптероноватый, это не было запланировано в ближайшие месяцы Добрый день, гордый рабочий, я офицер Ольга Егорова Скоро прибудут новобранцы, верховная команда не хочет ускорить производство Но офицер Егорова, у нас не хватает картошки, чтобы прокормить больше новобранцев Запомни пословицу, без труда не вытащишь и рыбки из пруда Заканчивайте обитаемый корабль, товарищ Конец связи Жаль новобранцев не накормишь пословицами, то-то было бы удобно Это да Так, у нас что-то там голод Смотрите, что я имею в виду, увидели, да, когда миссия загружается У нас появляется картинка, как должен наш корабль выглядеть Да, и при этом у нас идет речь, которую мы должны читать То есть мы либо должны обратить внимание на то, как собирается корабль Либо прочитать то, что нам говорят в диалогах Разорваться мы, к сожалению, не можем Вот, я немножечко успел там увидеть Но, собственно говоря, это не то, что вот здесь непонятно, что это вообще такое Но у нас время сейчас отключено Поэтому, в принципе, мы можем сейчас повтыкать с вами немножечко подольше И прикинуть, как это все собирается Значит, смотрите, ну в любом случае Вон та у нас синенькая идет к синенькой, правильно? Так, ну смотрите, энергия есть у дрона, в принципе, да? Так, подтащили Погоди Соединили Окей Так, красный идет красный Ну, теоретически, правильно? Погнали Тут можно прям так его подтянуть, наверное Ну, почти что Так, как тебя ударить прям в уголочек надо бить Нормуль Есть Так, и желтая, собственно говоря, к желтой Тихо-тихо-тихо-тихо Так, мы тебя поднимаем вверх Вообще шикарно прям Так Тихо-тихо-тихо-тихо Назад Есть Есть Зацепился Как раз вовремя они начали запускать новобранцев Так, что происходит? Сохранить капсул с новобранцами Чуваки летят, окей Хе-хе-хе-хе Так, чуваки летят Че, мне надо их, в принципе Припендюрить, да, куда-то? Так, одно сюда Есть Знаете, мы его просто вот так закинем Блин, а вот он там что-то говорит, а мне уже некогда это все читать, понимаете, да? Так, вот ты правильно присоединился, отлично Так, теперь ты давай Чутка развернем тебя Так, и смотрите, вот это вот прям вообще хорошо идет Надо сместить, да? А то сейчас в него попадет Так, так, так Погнали тебя ставить Есть Сейчас капсула влетит, да, в этот корабль? Нет, мимо пролетел Так, окей, ну пока норм Пока норм Время-то у нас неограничено Но че-то, че-то происходит уже, да, непонятно Нам надо как можно больше на вопросах забрать По большому счету Так, прицепили Погнали Наверх Вот так Развернем тебя И чутка подтолкнем Иди там, цепляйся куда-нибудь Блин, блин, вон ту верхнюю, что ли, прицепить Ну тут в любом случае время есть, да, у нас смотрите Потому что все разрушается Что-то тут не то Верховное командование знает, что мы не можем поймать всех Но они продолжают их посылать Сохрани столько, сколько можешь, чистящий Я стараюсь Уууууу, сколько их полетел Смотрите, че происходит Чё-то не прицепилась, да? Ну, оп, чё, чё-то, короче, какая-то беда там, да? Происходит. Ну, ок, сколько смогли, столько прицепили, в принципе. Товарищ Чистящик должен с Прискобием сообщить, что твоя замена, настоящий пилот, был в одной из этих капсул, той, которая случайно загорелась. Твоя временная работа только что стала намного более постоянной. Окей, значит, что-то произошло, да, у нас? Вот плохо, что надо читать и делать, блин, вот это вот, короче, статус системы у нас появился, можно посмотреть. Голод. Голод снижает концентрацию, затрудняя планирование на этапе развертывания. Голод. Еда закончилась, люди будут умирать от голода каждую неделю. Шкала времени отключена, длительность еще единичка. Ну, давайте еще одну миссию. Что это, входящий прямой звонок от нового коменданта? Лучше говорить буду я, Чистящик. Товарищи, говорит комендант Комаров. Какая честь, комендант. Я попросил построить командный корабль две недели назад. О, да, товарищ комендант, мы почти закончили. Хватит варять дурака. Мне это нужно немедленно. У него там жопа какая-то происходит. Хе-хе-хе-хе-хе. Что? Вы шутите? Прямо сейчас? Товарищи, мы в полном гуляше. Закончите командный корабль любой ценой. Конец связи. В каком гуляше? Опять пословица, что ли? Так. Ну что, время у нас отключено, поэтому мы можем, в принципе, опять же, не особо торопиться. Давайте попробуем разобраться в ситуации, что к чему и как. Вот тут опять же сложно все, смотрите. Вот внизу секция у нас. Я примерно догадываюсь, куда ее можно... А, даже... даже да. Даже да. О нет, ты видишь то же, что и я чистящик? Похоже, кто-то наконец нажал запретную кнопку. Эм, запустили все боеголовки. Вот и все. Это конец света. Зато вид хороший. Да ты шутить еще можешь? При такой-то ситуации. Далеко не лаясь. Так. Тебя надо вон туда вверх. Так, чувака бы не прибить. Я сообщу координаты поврежденного удлиняющегося сегмента. Хорошо. Хорошо. Так, смотрите, нам надо вот эту присоединить вот к той. Вот сейчас вот так надо развернуть. Прям вообще четко идем. Огонь. Да, все правильно. Правильно же? Наверное, я думаю, что... Да, прям все соединилось по ходу дела. Так, а вот эту красную... Нам, соответственно, надо будет соединить вон с той. Блин, вот тут времени не должно быть. Вот реально, время будет прям очень даже напрягать. Очень даже. Так, Юрий, ты уйди оттуда немножечко в сторонку-то, а? Дружище. Есть. Так, есть. Теперь. Ага, теперь вот это я знаю, куда вот это. Погнали. Вверх. Четенько. Четенько. Так, а теперь тебя, 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 тебя. Тебя. Блин, вы отойдите от серии. Так, ну а тебя туда, соответственно. Давай, летим. Часы тикают, чистящик. Я уж понял, что часы тикают. А, ну да, все верно. Вот это все верно идет у нас. Так, окей, надо чутка подтолкнуть. Как нам там говорили. Есть. Но время немножко, конечно, подзатянулось у нас. Да, да, но ты явно не торопился. Так, у нас картофель появился. Три потребления картофеля. Окей. И четыре модуля, видимо, я так понимаю, да? Товарищи, капиталисты предприняли неожиданную контратаку. И тем самым запустили глобальную ядерную войну. Но не стоит беспокоиться. Но не стоит беспокоиться. Действительно. Во избежание радиоактивных и, что более важно, дипломатических нежелательных последствий, космические силы перегруппируются возле Луны. Товарищи, доверяйте государству в эти трудные времена. Окей, корабль наш полетел к Луне. Хочешь узнать больше? Чё, надо нажать, да, я так понимаю? А чё в газетах пишут? Ну-ка. Глобальную ядерную войну. Родина побеждает в глобальной ядерной войне. Ну, чё-то не уверен я в этом. Мужчина ищет женщину. Умеренно богатый мужчина ищет тёплую женщину. Тёплой. Готовы разделить с ним остаток дней. По скриптам требуется подписание брачного контракта. Окей. Так, ну чё, сообщение. Погнали. На пути к Луне. Мы перехватываем странный сигнал. Терпим бедствие. На помощь. Это исследовательный отдел консорциума. Слава богу, мы кого-то нашли. Наш корабль разваливается. Нам нужна помощь. Слава, меня зовут Генриетта, инженер, сотрудник номер 43. Я так и знал, капиталисты. Ой, так ты с красными? Эээ, всё нормально. Мы в порядке. Хе-хе-хе, мы в порядке. Эээ, да, мы как раз собираемся воссоединиться с остальным флотом. Ну и ну, это же Вернер фон Блау. Свалил такой по-быстрому. Я знаю, сейчас отношения наших правительств находятся, возможно, не на самом высоком уровне. О, нет. Доставьте учёного для допроса. Капиталистические инженеры, пустая трата картофеля. Ты слышал, что сказал комендант? Собери жилой модуль учёного. Так, нам надо похитить учёного и похитить инженера. С тобой всё в порядке, Генриетта? Да, я в порядке, Вернер. Корпус, кажется, держится. Пока ещё. Мы должны передать эти данные консорциуму. Вы ведь знаете, что мы вас слышим, да? А, ээээ, Вернер только что говорил о последнем резервном копировании фондового рынка. Да, очень скучная информация. Просто оставьте нас здесь, пожалуйста. Так, а чё, миссия-то началась уже, да? Ага, вот терраса я сижу, тут тексты читаем. Так, а как вас присоединить-то? Капиталистические корабли всегда такие нестабильные. Так, я, наверное, вот за это, да, могу тебя цепануть? Или нет? Вообще не могу цепануть, что ли? Это чё, отлетело, оторвалось. Ага, он по кускам разваливается, да? Вот смотрите, минус, опять же, то, что нельзя миссию переиграть. Я считаю, это прям неправильно. Похитить учёного. А вот чем присоединять-то, непонятно. Но мне кажется, наверное, вот той всё-таки штука. Вот так вот, да? Нет? Он присоединился? Чё-то, по-моему, не то происходит, да? А, вон, смотрите, это оно? Да, вот эта секция, наверное, он должен присоединяться, окей. Блин, как тебя развернуть-то? Промахнулся. Жесть какая. Да, цепляйся. Давай, у тебя получится, чуть-чуть вниз. Ну, я же вроде правильно всё делаю. Чё не так? Чё, чё-то не то? Чё-то я туплю, что ли? Короче, чё-то я не догоняю тут, ребят. Что надо делать? Чё-то я сейчас вот так пристыкую. Ну, по идее, вот же шлюз. Правильно? Вон он, шлюз у него. А, во, заработал. Угу, смотрите, всё, отсоединилось и он заработал. Так, окей, сейчас погодите, разверну. Эхо почти присоединилось. Есть. Превосходно, мы взяли учёного. История поворачивается. Окей. Мы взяли учёного, да, инженера мы потеряли. Окей. Шевелись. А, Вернер фон Блау. Я не мог не узнать самого известного в мире физикоядерщика. Интересно, что вы делаете так далеко от капиталистического флота? Отвечайте осторожно. Как говорится, мы всегда знаем, где собака зарыта. С собакой всё в порядке. Тем не менее, я открыл координаты для нового обитаемого мира. Учитывая текущее состояние нашей планеты, это довольно полезная информация. Вы, конечно же, продолжите поиск этой новой Земли под моим командованием. Я прав? Позвольте мне объяснить. Вопрос был риторическим. Отлично. Но мне понадобится суперкомпьютер. У такого блестящего учёного, как вы, проблем не возникнет. Отлично. Думаю, я начну. Хватит пустых сплетен. Проводи учёного на его новое рабочее место. И составь ему компанию. С ружбайкой наперевес. Так, две картошки мы съели. У учёного получили одного. Окей. Неделя седьмая. В числе твоих обязанностей, как пилота дрона, обслуживание системы, также известно, как дефрагментирование. Как только у нас будет достаточно времени между орбитами, мы попытаемся оптимизировать систему дронов и высвободить ресурсы. Не торопись и всё продумай, иначе сделаешь только хуже. Цель проста. Разместить в банке памяти как можно больше подсистем. Что? Так, нажмите «Отменить» для переключения между формами. Так, погоди. Смотри, вот эта штука, да, у нас. Тебя можно... Ну, вот сюда... Вот сюда... Нет. А поворачивать тебя можно, поворачивать нельзя. Так, 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 смотри. Чё, как тогда сделать-то? Ши... Ши... Ну-ка. А, смотри, у меня осталось там... Три варианта, да? Не сюда, что ли? И не сюда явно, да? И не сюда явно. Смотрите, между фрагментами два чё-то осталось, да? Так, тебя куда? Вот тебя вообще непонятно куда ставить. Короче, я профукал, походу, делаю эту штуку. Не сюда, да? Вот сюда? Нет. Нет. Тебя куда? Чё-то я вообще не понял юмора. Юмора не понял я. Как это всё работает? Повернуть нельзя, я по крайней мере не понимаю, как это поворачивать. И всё, и провернуть тоже их не могу уже. Походу, я профукал всё это дело. Возобновить. Но я даже не знаю, куда тебя впихнуть-то. А, вот сюда что ли? Нет? Нет. 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 Окей. А чё тут дальше? Только возобновить и главное меню, собственно говоря. Ну что, ребятки, вот это для меня непреодолимая прям загадка. Поэтому давайте на этом игру мы с вами остановим. Ну, игра прикольная, интересно будет, что дальше. Я так понимаю, они даже не к луне полетят, а куда-то к неизведанной планете. Короче, будет прикольно. Всё на этом, в принципе. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте заглядывать почаще. Всем спасибо. Всем пока.